Концепция тонкой настройки Вселенной серьезно заинтересовала ученых в 70-х годах прошлого столетия, хотя попытки понять причину странных закономерностей устройства мира предпринимались и ранее. На самом деле ни один из физических законов не в состоянии объяснить, почему в основе Вселенной лежат строго определенные значения фундаментальных констант, равно как и сверхъестественность практически идеальных условий, точно настроенных на возникновение жизни. Дело в том, что для возможности существования живых существ определенные постоянные величины физических законов должны находиться в заданном диапазоне чисел. Причем этот диапазон представляет собой невероятно узкий срез всех возможных значений, которые могут иметь эти числа. Тем не менее, существует эвристическое правило, согласно которому параметры фундаментальной физической теории не должны быть слишком тонко настроены. Оно называется естественностью. И наоборот, теории считаются проблематичными, если в них отсутствует механизм, объясняющий, почему эти параметры имеют определенные наблюдаемые значения. Например, в физике элементарных частиц принцип естественности теоретических моделей имеет вполне конкретный смысл. Согласно этому принципу, стандартная модель, описывающая элементарные частицы и их взаимодействие, этому критерию явно не соответствует. Это чрезвычайно неестественная теория. Более того, в соответствии со стандартной моделью, человечество вообще не должно было существовать. Очевидный недостаток естественности проявляется и среди других физических констант. Например, космологическое постоянное, характеризующее плотность энергии вакуума. В конце 20 века ученые сделали неожиданное открытие. Выяснилось, что пространство вакуума на самом деле не абсолютно пустое, а представляет собой нечто вроде кипящего бульона из появляющихся и исчезающих виртуальных частиц. Причем по плотности энергии вакуум превосходит все формы космической материи вместе взятые. Благодаря этой энергии он расширяется и растягивает галактики. В наблюдаемой Вселенной космический вакуум доминирует. Именно он создает антигравитацию, управляющую динамикой ускоренного расширения. Если космологической постоянной прибавить или убрать незначительную величину, то непреодолимая гравитация либо сожмет пространство-время, либо Вселенная просто разлетится, не оставив ничего примечательного. Открытие космического вакуума добавило еще одну проблему не только космологии, но и фундаментальной физике, так как его плотность не имеет научного объяснения, полученных в наблюдениях значений. Странно также и то, что число электронов во Вселенной идентично числу протонов, а в целом Вселенная имеет нейтральный заряд. При сдвиге баланса в сторону даже нескольких электронов, Вселенная стала бы отрицательно заряженной, заставляя сгустки вещества раздвигаться. Процесс получения одинакового количества электронов и протонов в результате охлаждения Вселенной после Большого взрыва также, вероятно, является одним из процессов тонкой настройки, поскольку доступная энергия на ранней стадии горячей Вселенной была ниже порога образования электрон-позитронных пар, которые взаимно уничтожили бы друг друга. В один ряд с этими странностями можно поставить и тот факт, что масса бозона Хиггса, частицы, представляющие квант-поле Хиггса и придающая массу многим фундаментальным частицам, оказалась так же, как и космологическая постоянная, неожиданно малой. Причем бозон Хиггса обладает самыми выраженными свойствами неестественно-точной настройки. Существует и множество других параметров, таких как скорость света в вакууме, гравитационная постоянная, постоянная планка, которые тоже косвенно намекают на продукт творчества гипотетических космических проектировщиков. Список экзотических параметров тонкой настройки Вселенной, которые сложно назвать случайными, можно продолжить, если бы время не было ограничено рамками одного видео. Однако основная проблема заключается в том, что если бы ряд параметров базовых, постоянных, был бы даже незначительно сдвинут, то жизнь и все многообразие в целом никогда бы не возникли. Очень метко о тонкой настройке выразился известный американский физик-теоретик Митио Каку для иллюстрации подгонки исходного значения плотности вещества во Вселенной с точностью до 1 статриллионной, он сравнил это значение с карандашом, который способен устоять на острие грифеля несколько лет. Другой ученый, профессор Оксфордского университета Ник Бостром, известный своими работами о гипотезе симуляции и антропном принципе, считает, что тонкая настройка является фантастически приспособленной к разумной жизни, поскольку, если бы было иначе, то, собственно, некому было бы делать наблюдения. И, вероятно, правильнее было бы искать связь значений параметров Вселенной именно с возможностью существования сознательной жизни. Среди возможных причин тонкой настройки Вселенной физиками высказывались различные предположения от разумного замысла до случайного образования в гипотетической мультивселенной. Существует мнение, что практически совершенный баланс Вселенной также может быть следствием какого-то процесса в физике, при котором параметры системы обязательно совпадают или уравновешиваются с невероятной точностью. А в нашем понимании полей сил и частиц, возможно, существует серьезный пробел. Руководствуясь этой идеей, международная группа ученых из Института перспективных исследований Принстона, Государственного исследовательского университета Париж-Сокле и Сеульского национального университета взяла за основу своего исследования две самые интригующие головоломки тонкой настройки – космологическую постоянную и массу бозона Хиггса. Согласно предположению ученых, существуют механизмы для создания тонких настроек, в которых определенные значения массы Хиггсовского бозона могут запустить образование так называемых мультивселенных. Привлекательность новой теории заключается в том, что она дает проверяемые предсказания существования новых, потенциально наблюдаемых частиц Хиггса. Подтверждение теории в пользу мультивселенных даст нам статистическое объяснение, почему наблюдаемая космологическая постоянная так мала. Мы просто обитаем в одной антропной вселенной среди огромного множества других вселенных, количество которых, к слову, характеризуется таким огромным числом, как 10 в 120 степени. Стоит отметить, что ранее в наблюдениях не было получено убедительных доказательств в пользу существования мультивселенных, поэтому исследователи рассматривают еще один сценарий. Предположение о существовании таинственной связи тонкой настройки между массой бозона Хиггса и плотностью энергии вакуума объединяет идею еще неизвестной физической теории, являющейся своего рода квантовым эффектом мультивселенной. Исследователи делают ставку на частицу Хиггса, как на главнейший элемент, обеспечивающий связь между силами и массой, и запускающий события, объясняющие точную настройку Вселенной. В своей работе ученые приводят расчеты, которые показывают, как слабо взаимодействующие переменные поля влияют на различные виды пустого пространства, что потенциально демонстрирует связь между бозоном Хиггса и космологической постоянной, и, вероятно, даже дает возможность объяснить существование темной материи. Авторы утверждают, что так называемые мультивселенные могут возникать только при определенных значениях массы бозона Хиггса, равными или ниже известной массы бозона, эквивалентной 125 гигаэлектрон-вольт. Далее эти мультивселенные, возникающие на различных участках бесконечного расширяющегося пространства, могут привести к возникновению точно сбалансированной Вселенной, подобной нашей. Хорошая новость состоит в том, что такой масштаб измерений вполне может быть осуществлен в экспериментах на Большом Адронном Коллайдере, и новые частицы Хиггса, предсказанные теорией, потенциально могут быть обнаружены. Поэтому вполне возможно, что мы стоим на пороге фундаментального открытия в физике, которое позволит нам понять, как устроена наша Вселенная. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, поставьте лайк и подписывайтесь на канал. Впереди еще много интересного. Поддержать проект и пожертвовать любую сумму, можно нажав на кнопку «Спонсировать» под любым из видео нашего канала или перейти по ссылке в описании под видео. Приглашаем вас в нашу группу ВКонтакте, в Телеграм и в Инстаграм.